Корпорация развития много лет успешно занимается привлечением инвестиций в экономику региона. Специалисты занимаются поиском, сопровождением инвесторов и развитием инфраструктурных проектов. С новым руководителем структуры Алиной Абитовой встретился губернатор, чтобы обсудить планы на этот год. Вся корпорация развития Грандской области, подвашенков, работала отлично. Я уверен, что все эти тренды и направления, которые были в прошлом году взяты, они сохранятся и в этом году. Алина Абитова обозначила четыре ключевых направления, на которых будет сосредоточено основное внимание в этом году. Это выполнение обязательств перед инвесторами, привлечение новых инвестпроектов, работа по дальнейшему внедрению регионального инвестстандарта и развитие инженерной инфраструктуры промышленных парков. В этом году начнутся строительные работы по 12 инвестиционным проектам с общим объемом вложений больше 5,5 миллиардов рублей. Также планируется подписать 12 новых соглашений. Здесь есть также проекты машиностроительные, производство оборудования для различных отраслей хозяйствования. Конечно же, проекты сельхозпереработки и сервисные проекты, потому что мы, имея существенный бэкграунд по готовке кадров машиностроительной индустрии, и также очень эффективно готовим кадры экономические. На этапе активной реализации находятся 35 инвестпроектов с суммарным объемом вложений 50 миллиардов рублей. Кроме этого, корпорация занимается развитием инженерной инфраструктуры промышленных площадок. Больше половины потенциальных инвесторов ищут для реализации проекта именно готовые производственные корпуса. Для этого сразу в нескольких местах необходимо привести в порядок индустриальные площадки. Мы совместно с правительством прорабатываем возможности финансирования развития сетей в Индии для нужд комплекса проектов, которые там реализуются. Это, естественно, сети водоснабжения, водоотведения, железная дорога в Демикограде на улице Промышленной. Сегодня в регионе реализовано 69 проектов, находящихся на сопровождении корпорации. Общий объем инвестиций по ним составил свыше 76 миллиардов рублей. Анна Тищенко, Управда ТВ.